Уважаемый господин президент, ваш первый зарубежный визит ведет вас в Австрию. Это своего рода поощрение за благожелательную политику в отношении России со стороны австрийского правительства, которое выступает против новых санкций ЕС и которое не выслало российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Мне кажется, что такое уважаемое европейское государство, как Австрия, не нуждается ни в чьих поощрениях. У нас с Австрией давние, очень хорошие, глубокие отношения. Австрия наш традиционный и надежный партнер в Европе. Несмотря на все сложности предыдущих лет, с Австрией у нас никогда не прерывался диалог ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики. У нас за прошлый год вырос товарооборот на 40,5% с Австрией. Мы уважаем позицию Австрии и ее нейтральный статус. Как вы знаете, Россия является одним из гарантов этого статуса и принимала участие в подготовке договора государственного. Мы сотрудничаем в самых различных областях с Австриейской республикой. Это сфера политики, безопасности, но и в экономике в самых различных областях. Это не только энергетика, хотя я об этом сейчас скажу еще. Это авиастроение, авиационная безопасность, гидроэнергетика. В Россию все больше и больше инвестируется австрийских капиталов. Мы расцениваем это как доверие к той экономической политике, которую проводит правительство Российской Федерации. У нас крупные проекты осуществляются. Благодаря нашему сотрудничеству Баумгартен и Австрия стали самым крупным в Европе газовым хабом. У нас много общих и совпадающих интересов. Поэтому мы с удовольствием приняли здесь господина федерального канцлера Курца в феврале этого года. И именно исходя из этих соображений готовиться, я надеюсь, будет осуществлен в ближайшее время и мой визит в Австрию. Частично российское правительство поддерживает хорошее отношение к некоторыми членами австрийского правительства. В 2016 году Единая Россия заключила соглашение о партнерстве со свободной партией Австрии. Почему именно с ней? Вы сейчас сказали про то, что российское правительство поддерживает хорошее отношение с Австрией. И продолжили этот анализ по чисто партийной линии. Я был одним из создателей партии Единая Россия. Но сейчас, поскольку являюсь главой российского государства, в партии не состою. И действительно, правительство России очень предметно и достаточно глубоко работает со своими коллегами в Австрии без всяких политических предпочтений. Без всяческих. У нас в известной степени в отношении политики на австрийском направлении существует, я бы сказал, общенациональный консенсус. У нас нет таких политических сил, которые бы выступали против развития отношений с Австрией. Но на политическом уровне, на партийном могут существовать какие-то предпочтения. И то, что Единая Россия наладила отношения именно с той партией, которую вы сейчас упомянули, это чисто партийные контакты. И я уверен, что Единая Россия с удовольствием будет развивать контакты и с другими политическими силами. Вы возглавляли долгое время эту партию. Сейчас ее возглавляет Медведев. Многие наблюдатели полагают, что российское руководство через эту партию Единая Россия хотело бы поддерживать связи с нациалистическими партиями, поскольку оно хочет разделить Европейский Союз. Но откуда берутся эти тесные связи между российским руководством и этими критическими, настроенными к Европейским Союзам партиями? Вам лучше спросить об этом, конечно, представитель правительства России, господин Медведева. Он является лидером партии. Но я могу с большой долей уверенности предположить следующее. У нас нет никаких целей что-либо и кого-либо разделять в Евросоюзе. Мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы Евросоюз был единым и процветающим, потому что Евросоюз – наш крупнейший торгово-экономический партнер. И чем больше проблем внутри Евросоюза, тем больше рисков и неопределенностей для нас самих. Уже обо многом говорит то, что у нас почти 250 миллиардов сейчас торговый оборот со странами Евросоюза. Он упал в два раза. Он был 400 с лишним миллиардов. Так нам зачем дальнейшее падение? Нам зачем раскачивать Евросоюз, чтобы нести какие-то дополнительные убытки, издержки, либо недополучать возможную выгоду от сотрудничества с Евросоюзом? Наоборот, нужно наращивать взаимодействие с Евросоюзом. А если мы и на политическом уровне с кем-то работаем, или с кем-то работаем интенсивнее, чем с другими, то исходим только из простых прагматических соображений. Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности и желании сотрудничать с нами. Только в этом ищите причину каких-то контактов на политическом и партийном уровне наших политических партий, формирования каких-то движений европейских, а не в желании что-то там раскачать или чему-то помешать в самом Евросоюзе. У нас нет таких целей, не было и никогда не будет. 40% наших золотовалютных резервов хранятся в евро. Нам зачем раскачивать это все, в том числе и единую европейскую валюту, как производную от раскачки самого Евросоюза? Я хочу, чтобы и в Австрии, и в других странах Евросоюза выбросили эту мысль из головы. Несмотря на это, западные правительства, Европа и прежде всего США обвиняют Россию в том, что она вмешивается во внутреннюю политику других государств силами хакеров. Вы говорите, что это не так во всех интервью, однако нет сомнения в том, что в Санкт-Петербурге на протяжении многих лет есть так называемая интернет-ресерч-эдженси, которая пытается в Фейсбуке повлиять на публичные дебаты. Эти так называемые фабрики-тролли принадлежат Евгению Пригожину, которого вы очень хорошо знаете. Его называют поваром Путина, поскольку он обслуживает всех ваших гостей. Тот, кто поддерживает такие тесные отношения с российским руководством. Неужели хорошо, что он занимается фабриками троллей? Вы сказали «Россия», а потом начали говорить о хакерах. Так? Когда вы сказали «Россия», вы имели в виду российское государство, либо отдельных российских граждан, хакеров, каких-то там юридических лиц? Я имел в виду и господин Пригожин. Я сейчас по Пригожину скажу. Вот я прошу вас сделать разницу между правительством Российской Федерации, государством российским, российскими гражданами, или какими-то юридическими лицами. Может быть и так. Вы сейчас сказали о том, что господина Пригожина называют поваром Путина. Он действительно занимается ресторанным бизнесом. Это его экономическая база. Он действительно ресторатор в Петербурге. Ну и теперь я хочу вас спросить. Вы действительно думаете, что человек, который занимается ресторанным бизнесом, имея даже какие-то хакерские возможности, имея какую-то частную фирму в этой сфере, я даже не знаю, чем он там занимается, что он действительно с этих позиций может повлиять на выборы в Соединённых Штатах или в какой-то европейской стране, как же не скопало вот всё, что происходит в информационной и политической сфере в странах Объединённого Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран или в Соединённых Штатах. Это не смешно? Господин президент, наверное, это хорошо или плохо, но это неправда. Но господин Пригожин не занимается только ресторанами. У него много фирм, которые заключили договоры с Министерством обороны и получают много госзаказов, и миллионы долларов он тратит на эту фабрику троллей, чтобы они производили эти посты. Зачем это нужно ресторатору? Спросите у него. Российское государство не имеет к этому... Вы же его сами знаете хорошо. Знаете, я много людей знаю и в Петербурге, и в Москве. Вы их спросите. Вот в Соединённых Штатах есть такой фигурант, господин Сорос, который вмешивается во все дела во всём мире. И мне часто очень наши американские друзья говорят, что Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро, европейскую валюту. Это уже обсуждается в экспертных кругах. Но спросите Госдеп, зачем он это делает. Госдеп вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения. Это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина. Вот, пожалуйста, ответ вам. Вас устраивает такой ответ? Пригожина сейчас обвиняют США вместе с 12 другими российскими гражданами по делу о вмешательстве в выборы. Вы и Дональд Трамп очень мило говорите друг с другом. Однако Трамп уже на протяжении полутора лет является президентом. И пока ещё не было двустороннего саммита между вами, несмотря на то, что вы с Бушем и Обамой встречались в первые 6 месяцев после избрания. Почему так много времени требуется на это? Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это результат продолжающейся острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах. Действительно, мы с президентом Трампом встречались, во-первых, неоднократно на различных международных площадках. Во-вторых, мы регулярно разговариваем по телефону. Вместе и достаточно неплохо работают наши внешнеполитические ведомства и специальные службы по тем направлениям, которые представляют взаимный интерес, прежде всего, по борьбе с международным терроризмом. Работа продолжается. Что касается личных встреч, то, на мой взгляд, они в значительной степени, эти встречи возможные, зависят от внутриполитических раскладов самих Соединенных Штатов. Сейчас уже предвыборная кампания в Конгресс начинается. Потом не за горами президентские выборы. Продолжаются нападки на президента Соединенных Штатов по разным направлениям. Мне думается, что прежде всего в этом дело. Вот в одном из последних телефонных разговоров Дональд сказал, что он обеспокоен возможной новой гонкой вооружения. Я с ним полностью согласен. Но для того, чтобы предотвратить эту возможную гонку вооружения, а мы не являемся инициаторами такого развития событий, как вы знаете, не мы выходили из договора по противоракетной обороне. Мы только отвечали на угрозы, которые в этой связи для нас возникают. Но я согласен с президентом США. Мы должны об этом задуматься. Должны что-то с этим сделать. Должны дать соответствующее поручение Министерством иностранных дел, нашему виду и Госдепу США, экспертам, надо начать работать предметно. Но надеюсь, что когда-то эта работа в интересах США и России, в интересах всего мира на самом деле, потому что мы крупнейшие ядерные державы, эта работа когда-то начнется. В том числе и между нами непосредственно и лично. Многие обеспокоены ситуацией в Северной Корее. И министр страноделла Лавров недавно вернулся оттуда. Как вы считаете, может ли произойти атомная война между США и Северной Кореей? Даже думать на эту тему не очень хочется. И предположение это страшное. Если уж кто в этом не заинтересован, то это Россия. Потому что Северная Корея – это наш сосед. И, кстати говоря, один из ядерных полигонов, это вот как раз тот, который, по-моему, сейчас уничтожается, Северная Корея, находится всего, дай Бог в памяти, в 190 километров от границы Российской Федерации. Для нас это имеет абсолютно предметное значение и очень существенное значение. Поэтому мы будем делать всё для того, чтобы на Корейском полуострове произошла разрядка. В этой связи, конечно, мы большие надежды возлагаем на личную встречу президента Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, потому что слишком уж далеко зашли взаимные претензии. Но мне представляется, что вот эта дорога, дорога к денуклеаризации Северной Кореи, должна быть всё-таки дорогой с двухсторонним движением. Если лидер Северной Кореи всё-таки подтверждает свои намерения практическими делами, ну, например, он отказывается от новых испытаний баллистических ракет, от новых ядерных испытаний, то и другая сторона должна какие-то делать встречные, осязаемые, понятные шаги. Но в этой связи, я считаю, контрпродуктивным продолжение военной активности, военных манёвров и всего, что с этим связано. Очень рассчитываю на то, что ситуация будет развиваться в позитивном ключе. Мы со своей стороны готовы приложить все для этого усилия. Мы в контакте всегда находились с руководством Северной Кореи. Мы предлагаем ряд совместных трёхсторонних проектов в сфере экономики. Это инфраструктурные проекты, железная дорога из России в Северную, а затем в Южную Корею. Это тот же самый трубопроводный транспорт, работа в сфере энергетики, в трёхстороннем и, может быть, в четырёхстороннем формате вместе с Китаем. Кстати, Китай очень многое сделал для того, чтобы ситуация была направлена в сторону разрядки денуклеаризации. Если бы все вместе объединим усилия, в том числе в рамках российско-китайской дорожной карты, которую мы совместно предложили по решению северокорейской ядерной проблемы, то мне думается, что мы добьёмся нужных нам результатов. Одна из самых сложных тем в контексте с Россией является Украина. В 2014 году был сбит рейс МХ-17. На Украине 290 человек погибли. Сейчас у нас есть Международная следственная комиссия, которая заявила несколько дней назад, что этот самолёт был сбит ракетной системой российской армии, что это был конвой из России, который прибыл к повстанцам украинским на востоке Украины. Есть видео, есть телефонные разговоры и десятки свидетелей. Вы уже годы говорите, что это не соответствует правде, но практически никто не верит этим словам. Разве вы не ставите на кон, тем самым, достоверность российских заявлений? Может быть, стоит после многих лет действительно признать, что повстанцы на востоке Украине использовали российское вооружение для того, чтобы совершить это ужасное преступление? Хочу отметить, что обе конфликтующие стороны, и украинская армия, и даже украинские националистические батальоны, которые никому не подчиняют, кроме своих лидеров, и донбассская милиция, вооруженные формирования Донбасса. Они все используют оружие советского и российского производства. Все. И у одной и у второй стороны стоят на вооружении, в том числе, всякие различные комплексы. И стрелковое оружие, и авиация, и комплексы борьбы с авиацией. Все это российского производства. Но сейчас уже знают, что именно за ракета. Ракета комплекса БУК. Это была бригада российской армии в Курске. Уже это известно доподлинно. Тем не менее, вы это отрицаете. Но разве не стоит признать, что эта ракета действительно российского происхождения? И не стоит ли официально признать, что Россия поддерживала вооружениями повстанцев на востоке Украины? Значит, если вы наберёте терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу. Хорошо? Данкеши. Я уже сказал, что с обеих сторон используется оружие российского производства. И на вооружении российской армии стоят точно такие же системы, о которых говорят эксперты. Вот точно такие же, произведённые наверняка тоже в бывшем Советском Союзе либо в России. Это во-первых. Во-вторых. Российских экспертов не допускают к расследованию. Наши аргументы в расчёт не принимаются. Нас никто в этой комиссии слушать не хочет. Наоборот, украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию. А она несёт как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАУ не запретила пролёт воздушно-гражданских судов в зоне конфликта. Мы до сих пор не можем получить ответа на некоторые вопросы, связанные с деятельностью боевой авиации Украины в этом регионе, в этом месте и в это время. Трагедия, о которой мы говорим, ужасная. И бесконечно жаль людей, которые погибли, и семьи погибших. Но это расследование должно быть объективным и всесторонним. Сейчас, секундочку, надо терапевтизать мне сказать. Иначе у нас будет не интервью, а монолог только с одной стороны, с вашей. Можно я закончу фразу «занять себе эту зону»? Глаза зимы, это в Сузане. Разрешите, тем не менее, просто коротко сказать, да, мы уже знаем, откуда взялась эта ракета, но какой интерес у Голландии, у Австралии или Малайзии в том, чтобы свалить вину на Россию, если это была не российская ракета, которая принадлежала российским вооруженным силам? Нет, мы так не думаем. У нас другая точка зрения. Вы сейчас перечислили страны, которые якобы считают, что это российская ракета и что Россия причастна к этой трагедии ужасной. Но я должен вас разочаровать и огорчить. Совсем недавно официальные лица Малайзии заявили, что они не видят причастности России к этому ужасному трагическому событию, что у них нет доказательств того, что Россия к этому причастна. Разве вы об этом не знаете? Разве вы не видели заявления малайзийской стороны, малайзийских официальных лиц? Поэтому мы что думаем по этому вопросу? Если мы хотим действительно разобраться в этом ужасном событии и выявить все факторы, которые бы позволили нам сделать окончательный вывод, то нужно принимать во внимание все аргументы, в том числе и российские. И было бы в высшей степени справедливо, если бы российские эксперты были допущены к расследованию. Сейчас Международная следственная комиссия утверждает, что они действительно учли все аргументы. И многие люди не верят в российские аргументы, поскольку много лет назад в Крыму вы говорили, что эти знаменитые зеленые человечки, бойцы в зеленой униформе, без опознавательных знаков, что это все были местные силы самообороны, и через некоторое время вдруг выяснилось, что действительно были российские солдаты, и после этого вы действительно много раз признали, что это были представители российской армии, хотя до того вы отрицали. Почему вам верить в этот раз? Вы упомянули про Крым. Знаете ли вы, что в середине 2000-х годов как раз в районе Крыма над Черным Борем был сбит российский гражданский самолет? И это сделала украинская армия в ходе учений. И первая реакция украинских официальных лиц заключалась в том, что Украина к этому не имеет никакого отношения. Был сбит гражданский самолет, который летел рейсом из Израиля в Россию. Все погибли, естественно. Значит, Украина напрочь отрицала свою причастность к этому ужасному инциденту, но потом вынуждена была с этим согласиться. И почему мы должны сейчас верить украинскими официальными лицам? Примите, пожалуйста, ответную шайбу на ваш вопрос по Крыму. Я говорю не о украинских официальных лицах, я говорю о вас. Вы же в 2014 году множество раз говорили, что мы использовали вооруженные силы в Крыму для того, чтобы заблокировать вмешательство Украины. После, позже, вы действительно признали, что в Крыму была российская армия, а до этого вы это отрицали? Ничего я не отрицал. Там всегда находилась российская армия. Я вот хочу, понимаете, чтобы вы некоторые вещи не повторяли механически, а реально вникли в то, что там происходило. В Крыму всегда находилась российская армия. Там был наш воинский контингент. Секунду, ну давайте мне сказать, вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы? Значит, и первое, что мы делали, когда начались события на Украине, а что такое за событие? Я сейчас скажу, а вы скажите, да или нет. Это конституционный вооруженный переворот и захват власти. Да или нет? Вы можете мне сказать? Я не был украинский вооруженный экспортер. Я не эксперт по украинской конституции. А здесь не нужно быть специалистом по Украине. Здесь нужно быть просто специалистом по праву, по конституционному праву любой страны. Не, не, секунду. Я не хотел бы беседовать об украинской политике, а скорее о российской политике. Давайте я сформулись по-другому. Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине? Нет таких условий и быть не может. А я вам сейчас скажу почему. Значит, и вот вы меня перебили в очередной раз, а между прочим, если бы вы мне дали договорить, вы бы поняли, что имеется в виду. Я всё-таки сделаю это. Ну так вот, когда на Украине произошёл антиконституционный вооружённый переворот, захват власти с помощью силы, а наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база. Первое, что мы сделали, увеличили свой контингент для охраны наших вооружённых сил там, наших военных объектов, на которые мы видели, уже готовятся различные покушения и посягательства. Вот всё началось. Ну а я уверенно вам говорил, что кроме этого там никого не было. Но там были наши вооружённые силы. Дайте мне договорить. Мне настолько не хочется вас перебивать, но дело же не в вашем Черноморском флоте. Она там была. Речь идёт о бойцах в униформе без опознавательных знаков. Вы сказали, что это крымчане, но это были не крымчане, это были российские военнослужащие. Я сейчас расскажу об этом. Не берите терпение. У нас так мало времени, но и так много вопросов. Нет, у нас достаточно времени. Ну так вот, наши военнослужащие всегда там находились. Я так и говорил, там военнослужащие наши были. Они ни в чём не принимали участие. Но когда спираль антиконституционных действий на Украине начала закручиваться, когда люди в Крыму почувствовали себя в опасности, когда к ним уже поездами начали направлять националистов, начали блокировать автобусы, автобусы и автомобильный транспорт, у людей возникло желание защититься. И первое, что пришло в голову – восстановить свои права, которые были получены в рамках самой Украины, когда Крым получил автономию. С этого, на самом деле, всё началось. Начался процесс в самом парламенте по определению своей независимости от Украины. Послушайте, это разве запрещено уставом Организации Объединённых Наций? Нет. Там прямо прописано право наций на самоопределение. В этот момент наши вооружённые силы, которые не превысили даже численного контингента, положенного по договору о нашей базе, что сделали? Они обеспечили проведение независимых, свободных выборов, волеизъявления людей, проживавших в Крыму. Кстати говоря, решение о проведении этого референдума было принято Крымским парламентом, который был избран в полном соответствии с Конституцией и законами Украины до всяких событий подобного рода. Поэтому ничего против... Секундочку. Я так много не знаю, я знаю всё это о том, принимали они это решение или нет. Но давайте продолжим наши беседы. Вот аннексия Крыма, это был первый раз, когда страна в Европе против её воли аннектировала часть другой страны. Это действительно воспринималось в качестве угрозы для соседних государств, начиная от Польши и заканчивая Балтийскими государствами. Потому что предполагалось, что меньшинство этих странов тоже могут получить защиту от российских войск. Вы знаете, если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. Но если вы хотите получить моё мнение по тем вопросам, которые я задаю, то вам нужно всё-таки набраться терпения. Сейчас, сейчас, сейчас. Я должен договорить. Значит, итак, Крым получил независимость не в результате вторжения российских войск, а в результате воли изъявления крымчан на открытом референдуме. Значит, если вы говорите об аннексии, то разве проведение референдума народом, который проживает на этой территории, можно назвать аннексией? Тогда на аннексии надо назвать и самоопределение Косово. Почему же вы не называете аннексией самоопределение Косово после вторжения туда войск НАТО? Вы же так не говорите. Значит, вы говорите о праве Косоваров на самоопределение. Вот Косоваровы это сделали, секундочку, только решением парламента. А крымчане сделали это на референдуме, на которое пришло свыше 90% людей, проживающих в Крыму, и проголосовали за независимость, а затем за присоединение к России примерно столько же, около 90%. Разве это не демократия? А что это тогда? И что тогда демократия? Господин президент, вот референдум, он был все-таки антиконституционным. Почему? Это не соответствовало украинскому законодательству, конституции украинской. Это был не свободный референдум, так говорят западные наблюдатели. И то, что вы говорите о Косово, вы сами называли заявление независимости Косово аморальным и нелегальным, и до сих пор его не признали. Как так может быть? Очень может быть. Да, и я вам сейчас скажу почему. Потому что в ходе политических процессов и военных событий в бывшей Югославии в отношении Косово было принято решение, кстати говоря, я вам могу тстаты дать, решение суда ООН, в котором прямо прописано, ну прочитайте и дайте это прочитать, зачитайте это для своих зрителей и слушателей. согласие центральных властей страны при определении вопросов суверенитета необязательно. Так суд ООН прокомментировал события в Косово. А теперь вы говорите, что... Нет, нет, нет. Там были очень четкие предпосылки, которые в Крыму не были выполнены. Об этом говорят все международные наблюдатели. Какие? Нет никого, кто признал бы это голосование. Нет никого, кто признал бы аннексию. Ваши аргументы выглядят совершенно неубительным, потому что никто не должен признавать вы или заявления граждан, проживающих на ту или другой территории. Это полностью соответствует тому, что прописано в решении суда ООН. И здесь нет, не может быть никакого двойного толкования. А вот двойное толкование у тех, кто пытается это делать. Можно я поймаю вас на слове? Если это так, то получается, что люди в Чечне, в Дагестане и в Ингушетии тоже могли бы организовать референдум и отделиться от России? Или организовать исландский халифат у себя на территории? Да. Значит, радикальные элементы Аль-Каиды и хотели, в принципе, оторвать эту территорию от Российской Федерации и образовать там халифат от Черного до Каспийского моря. Не думаю, что Австрия и Европа этому бы возрадовались. Ничего хорошего бы из этого не получилось. Но сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу. И в ходе дискуссии, после всяких кровавых событий, все-таки чеченский народ и подписал договор с Российской Федерацией. Российская Федерация пошла на очень сложные для себя решения о предании Чечни и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой их уровень самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа. Мы этому очень рады, и мы придерживаемся этих договоренностей. То же самое, кстати говоря, можно было бы сделать и на Украине, применительно к Донбассу. Почему этого не сделано до сих пор? И тогда не нужно было бы ограничивать применение языков иностранных меньшинств на Украине, имея в виду не только русского, но и румынского, и венгерского, и польского. Вот об этом как-то мало говорят в Европе, а ведь это реалии сегодняшнего дня. Последний вопрос по Украине. Как думаете, украинская проблема решилась бы, если Украина объявила себя как Швеция или как Австрия нейтральной страной и не вступала бы в НАТО? Это одна из проблем, но не единственная. Я уже говорил об ограничениях в сфере использования родных языков для национальных меньшинств. Принят же закон о языке в Украине, который критиковался, в том числе и в Европе, но он действует. И в значительной степени это осложняет ситуацию на Украине. А ведь, я напомню, это, знаете, такие вещи, о которых мало кто знает, но идеологи украинской независимости, украинские националисты еще с 19 веки говорили о необходимости формирования самостоятельного, независимого от России украинского государства, но многие из них говорили о необходимости сохранения очень хороших отношений с Россией, говорили о необходимости формирования государства независимого украинского на федеративных принципах и так далее. Уже тогда. А сегодня, на мой взгляд, это один из вопросов, который является наиболее острым внутри самой Украины. Но это делается, конечно, самой Украиной. Что касается нейтрального статуса, то это вопросы, которые должен определить сам украинский народ и украинское руководство. Для нас, для России это важно с той точки зрения, чтобы на территории Украины не появились какие-нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности. Например, новые комплексы противоракетной обороны, которые бы старались купировать наш ядерный потенциал. Да, для нас это важно, я не скрываю. Но в конечном итоге это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти. Я хотел бы еще задать вам вопрос по Сирии, прежде чем мы перейдем к России. Вы говорите, что все заявляют об использовании химического оружия, но все это было придумано, поскольку у Асада и его армии нет химического оружия. Сейчас было доказано, что некоторые атаки были действительно проведены террористами, но другие и многие из них действительно войсками Асада. Тем не менее, Россия препятствует продлению работе этой комиссии. Почему вы это делаете? Почему вы засчитаете режим, который использует химическое оружие против своего народа? Вы сейчас сказали, что всеми доказано, что Асад применял химическое оружие. Но не всеми. Как раз наши специалисты говорят о другом. Вот, например, тот случай, который послужил поводом для нанесения ударов по сирийской территории после якобы применявшегося оружия в городе Дума. Так? Но смотрите, мы же, сирийские войска, освободили эту территорию. Мы тут же предложили нашим партнерам, чтобы туда выехала комиссия ОЗХО, это ООНовское подразделение Организации по запрещению химического оружия. Они выехали в регион. Они уже были в соседней стране. В Ливане, по-моему. И вместо того, чтобы дождаться одного-двух дней и дать ей возможность поработать на месте, был нанесен ракетный удар по территории Сирии. Скажите, пожалуйста, это что, лучший способ решения вопроса объективности того, что там происходило? Думаю, что нет. Это просто, на мой взгляд, стремление создать условия невозможные к полноценному расследованию. Вот что это такое. После этого мы нашли там людей, которые участвовали, как они сами признались, в инсценировке применения химического оружия. Если вы это не видели, было бы очень полезно для объективности с тем, чтобы ваши зрители могли бы иметь свое собственное мнение по этому вопросу. Мы нашли детей, их родители, которых поливали водой и которые говорили, что мы не понимали, что происходит. Мы их привезли в Гаагу, чтобы показать. Никто их не хочет слушать. А после этого вы мне говорите, все признают применение химического оружия. Не все. Мы считаем, что это фейковые новости и использовались как предлог для нанесения ударов. А нанесение ударов – это нарушает международное право. Это агрессия в отношении суверенного государства. Кто разрешил наносить удар по территории суверенного государства? Совет безопасности ООН? Нет. Значит, это что такое? Агрессия. Господин президент, мы не должны говорить о Думе, потому что там не завершено еще расследование. Но, тем не менее, международная комиссия доказала, что до этого достаточно часто проводились химические атаки с сирийским режимом. И после этого вы завернули эту комиссию в ООН. Ну, потому что ей не дают работать. Перед тем, как ей нужно было начать работать в Думе, значит, наносят ракетно-бомбовые удары. Это что такое? Это первое. Второе. Вообще, это должно расследоваться объективно, и тогда мы все признаем. Вот вы сейчас сказали о том, что было зафиксировано применение химических веществ, химического оружия со стороны боевиков. Кто их наказал? Скажите мне, скажите мне. Та же самая комиссия. Нет, нет, нет. Я спрашиваю, кто их наказал? Значит, они что, понесли какое-то наказание? По ним коалиция тут же нанесла какие-то удары? Я что, такого не видел? Я такого не видел. Господин президент, мне уже подают сигналы, что у нас мало времени. Но я хотел бы поговорить с вами о России, потому что времени очень мало. Пожалуйста. В 2012 году, во время предвыборной борьбы, вы обещали, что до 2020 года вы значительно улучшите уровень жизни в России. Но, тем не менее, в последующие годы экономический рост остается довольно слабым, меньше чем 2%. Зарплаты в последние 2 года сокращались, и количество людей, проживающих за чертой бедности, увеличилось по сравнению с 2012 годом. Вы что, действительно ищете вот этих вот внешнеполитических вызовов, чтобы оправдать тем самым внутренние проблемы? Я хочу, чтобы успокоились все те, кто так думает. Начиная с 2012 года Россия прошла через ряд очень сложных вызовов в экономике. И связано это не только с так называемыми санкциями и ограничениями. Это связано, прежде всего, с серьёзным падением цен на наши традиционные экспортные товары. В два раза. В этой связи у нас и это повлияло и на ВВП страны, это повлияло на доходы бюджета, а значит, в конечном итоге на доходы граждан. Но мы сделали главное. И вот сейчас только на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме наши коллеги, в том числе и руководство МВФ, это отметило. Мы сделали главное. Мы сохранили и укрепили макроэкономическую стабильность в стране. Да, действительно, уровень заработных плат чуть-чуть просил. Чуть-чуть просили доходы населения. Но если посмотреть на начало нашего пути, то к сегодняшнему моменту, с 2000 года, у нас в два раза сократилось количество людей, проживающих за чертой бедности. В два раза. С 2012 по 2017-2016 годы эта цифра немножко изменилась в неблагоприятную для нас сторону. Но в настоящее время всё опять выравнивается. У нас инфляция была 12 с лишним процентов, почти 13 процентов. Сейчас у нас минимальная за всю историю, новейшую историю на России инфляция, значит, 2,5 процента. У нас растут золотовалютные резервы. У нас обозначился после падения действительно вот этого, о котором я уже сказал, устойчивый рост экономики. Да, он пока скромный, полтора процента. Но у нас инвестиции в основной капитал 4,4 процента, что говорит о том, что рост дальнейший гарантирован. У нас в два раза почти увеличивались иностранные прямые инвестиции. Растут, как я уже сказал, и золотовалютные запасы Центрального банка, и резервы правительства. У нас созданы очень хорошие условия для следующих шагов по развитию экономики. И мы обязательно это сделаем. Вы уже в течение 18 лет президент или премьер-министр. Некоторые говорят, что вы превратили страну, которая была на пути к демократии, в авторитарную систему, что вы якобы здесь царь. Верно ли это? Нет, неверно. Это, конечно, неверно. И не соответствует абсолютно никакой действительности. Потому что у нас демократическое государство, и мы живем все в рамках действующей конституции. В нашей конституции прописано, по-моему, так же, как в конституции Австрии, два срока подряд, не больше. Президент может избирать. Поэтому после двух легитимных сроков моего президентства я оставил этот пост, не стал менять конституцию и перешел на другую позицию. Работал председателем правительства Российской Федерации. После этого, как известно, в 2012 году вернулся, прошел через выборы, выборы выиграл. У нас сегодня один срок президента, по-моему, так же, как в Астрии, 6 лет. На последние выборы пришло почти 70% избирателей. Это почти половина всех граждан Российской Федерации. И, по сути, не было ни одного серьезного замечания у международных наблюдателей по поводу организации выборов и по поводу результатов. Поэтому здесь нет никаких сомнений. Демократия в России утвердилась. Мы заинтересованы именно в демократическом пути развития нашей страны. Так оно и будет. Я уже не говорю про различного рода другие выборы, муниципальные, региональные. Они у нас сотни проходят по стороне. И с неизменным успехом для тех политических сил, которые завоевывают доверие граждан. Тем не менее, получилось так, что самый известный оппозиционер в России, который не смог выдвинуть свою кандидатуру, это блогер Алексей Навальный. Вы еще ни разу не называли открытое его имя, Алексея Навального. Почему? Вы знаете, у нас ведь много бунтарей, так же, как у вас, так же, как в Соединенных Штатах. Вот я уже в разговоре с вашей коллегой упоминал, было такое движение в США, окупая Уолл-стрит. Где они теперь? Их нет. Значит, у вас разве мало в Европе в целом и в Австрии людей, которые выступают с каких-то крайних позиций, занимают, проповедуют какие-то крайние точки зрения, пытаются манипулировать сложностями, проблемами в обществе, в частности, вопросами, связанными с коррупцией. Вот на Украине, например, о которой мы с вами говорили, один из лозунгов оппозиции при приходе к власти была борьба с коррупцией. Что там сейчас происходит с коррупцией? Что в Европе говорят про коррупцию в Украине? Все ругают руководство Украины за то, что они мало делают в этой сфере. Почему вы считаете, что мы... Секундочку, почему... Я хотел бы поговорить о России. А я вот вам и говорю, если мы говорим о повстанцах, то ваши советники уже показывают. Сейчас я скажу. Ну, сейчас скажу. Вы мне не даете фразу закончить, поэтому ведете себя так нетерпеливо. Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, в третьем, четвертом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели? Нам, России, нужны люди с позитивной повесткой дня, которые знают, не просто обозначают проблемы, которых у нас достаточно, так же, как и у вас в Австрии, так же, как в любой другой стране. И можно выхватить эту проблему и начать ее раскручивать или позиционировать себя на предполагаемых решениях этого вопроса. Но если нет ни одного позитивного начала и предложений, как решать ту или другую проблему, как решать тот или другой вопрос, тогда люди на это не очень реагируют. Поверьте мне, избиратель в России достаточно зрелый уже. Он смотрит не только на привлекательные лозунги, но и на предлагаемые способы решения проблем. А если ничего не предлагается, то тогда эти люди не интересны. И вопрос в чем? Если человек пользует... Но избиратели даже не могли посмотреть на этого кандидата, потому что он не мог выдвинуть кандидатуру. Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен, никто его не закрывал. Средства массовой информации свободны. Люди всегда могут выходить и заявлять о себе, что и делают различные фигуранты различных политических движений и направлений. Вот если человек приобретает какой-то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться, либо вести диалог как государственная власть. А если у той и другой политической силы его уровень доверия измеряется одним-двумя-тремя процентами, либо сотнями долей процентов, то о чем мы тогда говорим? Тогда, пожалуйста, вот вам Саакашвили. Зачем нам такие клоуны? Понятно. На выборах в Москве в 2014 году Навальный получил 27 процентов. Сколько проголосовало за вашего покорного с углом в Москве на последних выборах? Не за мэра Москвы, а за президента в Москве. Сколько проголосовало? Посмотрите. Наверное, побольше, чем 27 процентов. Гораздо больше, за что я очень благодарен москвичам, потому что в Москве очень зрелый избиратель, очень зрелый. И мы же сейчас говорим не о выборах мэра, мы говорим о выборах президента. Давайте поговорим об этом. В конце этого президента у вас срока вам будет больше 70 лет. Ну, надеюсь. В течение, больше, чем в течение 25 лет, 20 лет у власти. Соответственно, вы не сможете в соответствии с Конституцией выдвинуть свою кандидатуру. И после окончания президентского срока вы уйдете из политики? Или все-таки вы продолжите быть во власти и станете премьер-министром? А как бы вам хотелось? Это не имеет никакого значения. Мне интересно, что вы хотите. Мой президентский срок только что начался. Это только в начале пути. Давайте не будем забегать вперед. Я никогда не нарушал Конституции своей страны и не собираюсь этого делать. Многое будет зависеть от того, как мы будем работать. Когда я говорю «мы», я имею в виду и себя, и свою команду. Каких результатов мы добьемся. Но вы правы, действительно, я уже занимаюсь работой административной, государственной достаточно долго. Я для себя сам должен буду решить, что я буду делать после того, как у меня закончится мой текущий президентский срок. Люди спекулируют о неком референдуме, который будет проведен для того, чтобы Си Цзиньпина в Китае сделать пожизненным президентом. Возможно ли такое в России? Я не комментирую спекуляции. Думаю, что это было бы несерьезно с уровня президента Российской Федерации. Тогда у меня последний вопрос, может, немножко необычный. Есть очень много фотографий ваших в полуголом виде. Но для главы государства действительно довольно необычно. Эти фотографии делаются не папарацци или туристами, а действительно самим Кремлем публикуются. Но что это за фотографии? Вы сказали в полуголом, но, слава богу, не в голом. А если я отдыхаю, то я не считаю, необходимо прятаться за кустами. И ничего там плохого не вижу. Известно, что вы великолепно говорите по-немецки, вы уже кое-что сказали. Может быть, вы в завершении нашего разговора и перед визитом в Австрию, может, вы что-то скажете по-немецки нашим слушателям? Спасибо за внимание.